Всем привет, дорогие друзья! Уже и под ютубом начал набираться достаточно много комментариев на тему того, что где видосы, тебя мобилизовали, где Витя и всякое такое. Так как не все читают мою телегу и ВКонтакте группу, соответственно, я решил сейчас снять такой короткий видеоролик, чтобы объяснить, где я, что со мной и как все так происходит. Ну, начнем с того, что нет, меня не мобилизовали, к счастью, наверное. Дело в том, что я категория В, а, соответственно, у нас пока не объявлено военное положение, соответственно, я в запасе. Вот, я не служил, ничего, поэтому, ну, проблем каких-то у меня с выездом, въездом и какими-то еще такими моментами нет. Хотя некоторые уже патриоты меня окрестили предателем Родины, что, типа, респект утрачен, что не возвращайся и всякое такое. Хотя, блин, чуваки, я не служил и меня никто не призывал, даже повестку не получал, какого хрена. Ну, ладно, в любом случае, я в данный момент нахожусь в Казахстане и не совсем по той причине, по которой здесь находятся многие русские. Опять же, история достаточно тривиальна и проста, то, с чем сейчас сталкивается бизнес, а именно, что, ну, в связи с ситуацией, некоторые работники не выходят на работу, потому что никто не хочет получить рандомную повестку на улице и всякое такое. И я с этим тоже, к сожалению, столкнулся очень плотно, потому что в один день прекрасный у меня просто, ну, можно сказать, 80% коллектива просто не вышло на работу. Я понял, что, ну, как говорится, весьма серьезная уязвимость, потому что, ну, а кто будет заказ-то делать? Мне пришлось пока что временно остановить прием заказов. Мы там с мистером Александром, потому что, опять же, у него никаких проблем с этим нету, переделали все за три дня все заказы. Ну, вот, и я понял, что надо, видимо, ну, что-то делать. В данном случае в Казахстане просто-напросто есть достаточно много знакомых тоже ремонтников. Я понял, что почему бы просто-напросто не разведать обстановку, пока границы не закрыты, пока, ну, нет такого лютого, так скажем, пиздеца. Посмотреть, что, как здесь вообще устроено. И в крайнем случае, возможно, открыть здесь второй офис просто-напросто и всех ребят, которые уже обучены, которые, ну, ремонтники нормальные, перевезти сюда. И просто-напросто будет, ну, два сервисных центра, ну, вот, в цехлом остатке. А там уже в Москву обратно перебраться, сидеть, работать и, возможно, набирать людей, которым, ну, особо там призыв и всякая такая тема, ну, их не пугает. Вот, достаточно много рафлянных интересных историй, так скажем, по пути. И, опять же, ссылочка на телегу, я сейчас канал отдельный создал в описании, можете зайти посмотреть, что там да как. Вот, поэтому пока на сегодняшний день, ну, я занят поиском условно помещения. Пока наш путь еще, так скажем, финально нас не довез до Алматы, мы туда держим путь. А пока мы еще туда не дошли, вот, когда уже доеду, буду смотреть, что как там и прочее. То есть, получился такой внеплановый отпуск, связанный с, вот, ну, грубо говоря, проблемами с сервисом. Не все, конечно, так скажем, столкнулись с этой проблемой, безусловно, но вот в моем случае я объяснил, когда моя пропаганда наема молодых сотрудников в результате вот дала такой неожиданный эффект, что, ну, в случае, если у вас большинство сотрудников призывного возраста, то в случае вот подобных частичных мобилизаций вполне себе возможно, что однажды утром у вас просто никто не выходит на работу. И все, весь объем вал заказов, который скопился, падает на ваши плечи. Думаю, что смысл понятен, поэтому в любом случае до новых встреч. Если кому интересно, опять же, как я и сказал, в телегу переходите, там я все снимаю, делюсь всякими мыслями и прочей-прочей фигней на эту тематику. Посмотрим, получится ли открыть еще один филиал. К тому же, Даня Герасимов меня тоже в этом отношении здесь немного подтолкнул, потому что он, как вы знаете, сейчас в Питере ищет, так скажем, помещение для открытия еще одного филиала HPC. А я так подумал, блин, ну, открывать еще один филиал в России, ну, это как-то немножко странно, потому что мне и так, в принципе, все шлют по почте, с деком, а вот в другой стороне это уже как-то, ну, типа какое-то, ну, не знаю, распределение, так скажем, нагрузки, да, и рисков. Так что, вот как и так, на этом все. До скорых встреч. Пока!